Каждый день сотрудники транспортной инспекции следуют по определенному маршруту, выявляя те или иные нарушения у водителей грузовых и легковых автомобилей. Если в начале работы системы Белтол нарушителей по разным причинам было много, то сегодня, спустя три года, ситуация нормализовалась. К примеру, за шесть месяцев 2016-го зафиксировано 740 невезучих путешественников, в то время как в аналогичный период прошлого года их было больше, чем в два раза. По словам специалистов, к такому положительному итогу привели как информационная работа, так и сознательность автомобилистов. Снижение числа нарушителей позволило транспортникам параллельно заняться административной практикой. Занимаются контролем режима труда и отдыха на дорогах, также проверкой дорожных разрешений при проезде иностранных транспортных средств по платным дорогам и выявлением нарушений в этой сфере. Тем не менее, можем сказать, что в этом году, уже с начала года, нами составлено на иностранных перевозчиков более 330 постановлений административных, в основном касающихся режима труда и отдыха. Если проводить статистику нарушителей по национальному признаку, то чаще всего режим труда и отдыха не соблюдает россияне и поляки. Также водителям не стоит забывать о том, что согласно постановлению Министерства транспорта номер 6, с 23 мая по 31 августа в Беларуси действует так называемый тепловой режим. Однако, стоит отметить, что на тех водителей авто, которые ездят по платным дорогам, оно не распространяется. Транспортные средства не могут превышать осевую нагрузку более 6 тонн при движении во времени с 11 часов до 20 вечера. Это время сокращено было уже на час, то есть водителям больше дается возможность для перемещения. При температуре дневной свыше 25 градусов. Но интересный момент существует. С этого года этим же постановлением Минтранса было добавлено приложение номер 2, в котором описаны платные дороги. Они являются исключением. В любое время теперь грузовые транспортные средства, даже превышающие 6 тонн нагрузку на ось, могут двигаться по любым платным дорогам, которые указаны в этом приложении. Еще одно нововведение ждет пользователей платных дорог в Беларуси. Оно связано с наступившей с этого дня деноминацией. Постановлению Министерства транспорта и коммуникации из улики Беларусь номер 23 внесены изменения в правила округления сумм за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам страны. Так, с 1 июля текущего года округление будет осуществляться в следующем порядке. Если дробная часть копейки составляет менее половины, то сумма определяется в сторону уменьшения. А если часть копейки составляет ее половину или более, в сторону увеличения.